Итак, сотрудники политического блока администрации президента, как оказалось, Виталий уже сформулировали предварительные идеологические установки президентской кампании 2024 года. Об этом сообщили журналисты Медузы, ссылаясь на два источника, участвовавших в закрытом семинаре. Помимо самого Кириенко, который возглавлял все это действие, там выступили его ближайшие соратники. Глава Кремлевского управления по обеспечению госсовета Александр Харичев и руководитель регионального департамента Росатома Андрей Полосин. Они рассказали собравшимся, что кампания 2024 года будет построена вокруг идеологии консерватизма. Чтобы сократить все, Виталий, очень понятно объяснить нашим зрителям, там ставится задач несколько. Первое, нужно перепрыгнуть результаты 2018 года по голосованиям. Хотя я говорю, что неважно, как голосуют, мы же знаем из истории, можно почитать как угодно. Ну и там уже рисуется новый образ Путина. Я вас хочу спросить по-простому, Виталий, как вы считаете, а имеет ли это смысл, если никто не знает, в каком состоянии Россия будет входить в предвыборную кампанию, что будет в следующем году? Действительно ли важно уже сейчас наметить себе план? Ну, слушайте, важно или не важно? Ну, наверное, важно. Мне кажется, что это не главное, когда будут намечать этот план. Ну, год, значит, формально, да, выборов остается год. Это нормально, что, правда, в мирных условиях, в обычных условиях, за год, то, что начинается подготовка, это тоже ничего сверхъестественного в этом нет. Другое дело, что это все происходит на фоне войны, и никто не знает, в какую сторону и как повернутся военные действия. Но я так понимаю, что они занимаются этим планированием, исходя из того, знаете, как сориентации на то, что происходит сегодня. Если сегодняшняя ситуация воспроизведется через год примерно в таком же состоянии, то они, значит, считают, что выборы могут состояться, и вот в таких, значит, в таких обстоятельствах и в таких показателях, что ли, да, в таких масштабах, в таких качественных характеристиках. Это, значит, ориентация на консерватизм. Но, собственно, ничего в этом нового нет. Ориентация на консерватизм, так можно назвать, собственно говоря, курс Путина, начиная с 2014 года. И этот курс на консерватизм был закреплен в новой, ну, не в новой конституции, а в измененной конституции. Как ее меняли и как это все происходило, мы прекрасно знаем и помним. Я имею в виду, мы россияне, может быть, в Украине не так хорошо это знают. Но мы это хорошо знаем, и в этом нового ничего нет, да. Может быть, стоит на это обратить внимание, на это совещание и на эти, значит, выводы, которые сделал политический блок администрации президента. Может быть, я вижу в этом интерес такой актуальный. Это то, что фактически, значит, подтвердили то, что на сегодняшний день, на всяком случае, Путин идет на выбор. Потому что ведь до последнего дня, до этого совещания, о котором вы только что рассказали нам, до этого, значит, подтверждения стопроцентного не было, да. Как обычно, это обычная игра Путина. Мы посмотрим, я еще не принял решение, там, ну, или он вообще молчит, а Песхов там за него говорит, ну и так далее. Вот, ну, собственно говоря, в этом, конечно, тоже сенсации никакой нет. Никто не ожидал ничего другого. Но, тем не менее, значит, подтвердили, что на сегодняшний день, еще раз повторяю, а то, что за год может многое измениться, это безусловно. Я думаю, что не надо их тоже совсем уж идиотами считать. Я думаю, что они тоже это понимают. Да, и у нас здесь тоже обсуждалась тема, будет ли операция «Приемник». И знаю, что на других площадках, конечно же, и ваши гости это часто обсуждают. Но вот сейчас, по крайней мере, да, поставили в этом вопросе три точки. То есть будет кандидат в президент-военный преступник Путин. И вот с таким образом. Но здесь, позвольте, Виталий, я еще уточню то, что пишут нам аналитики или журналисты «Медузы», что избирателям планировалось продавать образ России как государство в себе, хранящего традиции и относительно мало взаимодействующего с внешним миром. Там фактически идет речь о изоляции и самоизоляции. То есть россиянам на сегодняшний день должны объяснить, что нет ничего плохого в том, что закрываются границы. Наоборот, Россия большая и прекрасная. И вот хорошо, мы будем все развивать это здесь. Я знаю, что по статистике достаточно небольшой процент, да, даже не полстраны имеет загранпаспорта и путешествует. То есть, скорее всего, это будет нормой. Но действительно ли страна, которая была интегрирована в мир, которая дружила со многими странами, сегодня захочет закрыться и сказать, да, самоизоляция — это прекрасно? Я бы здесь скорректировал то, что вы сказали. Потому что я думаю, что когда они... Я вам сейчас объясню, о чем речь, как мне кажется. Я думаю, что когда они говорят о изоляции страны, они имеют в виду не закрытие выезда. Они имеют в виду, что страна, что Запад изолировался, что Запад как бы выстроил, ну, говоря их языком, новый железный занавес вокруг России. Санкции, недопуск россиян по разным критериям, невыдача виз и так далее, и так далее. Это, ну, объективно говоря, это действие не России, а действие Запада. Другое дело в ответ на что, и я не ставлю это под сомнение, я просто объясняю, откуда это идет. Путин как раз наоборот, он все время говорит, что давайте мы будем открытыми. Давайте мы будем открытыми, мы будем открытыми. Потому что он, в общем-то, о каком бы консерватизме речь ни шла, но я думаю, что он все-таки понимает, насколько это пагубно для страны, вот такая законсервированность в самой себе. Но ситуация такая, сейчас, извините, я нажму, чтобы никакие звуки нам не мешали, но ситуация сейчас такая, что получается, что Россия должна привыкать жить вот в этой изоляции, в которую, как считает Кремль, ее поставил Запад. Субтитры создавал DimaTorzok